Итак, мы продолжаем, друзья мои, значит, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Игумен Русской Православной Церкви, отец Анатолий Берестов, руководитель душепопечительного центра, который занимается решением страшнейших человеческих проблем, таких, например, как наркомания, алкоголизм, табака, курение, всевозможного рода зависимостей. А ведь зависимость у нас сегодня, к сожалению, великому, одна из главных зависимостей, это зависимость, как бы это так определить, от психического воздействия, я бы сказал так, да, даже психиатрического воздействия, я имею в виду секты, огромное количество, и вот мне становится страшно, в каком же мире я продолжаю жить и жить и жить, и что вообще будет дальше с нами. Когда люди сознательно идут на то, чтобы отдать собственную волю, я правильно говорю? Так, так. Вот как в этой ситуации вам-то, вы-то справляетесь, объясните вы мне, пожалуйста. Мы, я считаю, что у нас задача довольно легкая. Наша задача привести человека к Богу. Мне многие говорят, что современного молодого человека невозможно привести к Богу, когда он, тем более, впервые в жизни приходит в церковь. Но, оказывается, это очень легко. Мы приводим к Богу всех, кто желает иметь Бога. Он не понимает, не знает, что это такое, но желает. Потому что он интуитивно чувствует, что, живя без Бога, он живет ненормальной жизнью. И вот мы его приводим. Приводим, помогаем ему прийти к церкви. Батюшка, но ведь это имеет отношение не только к русской православной церкви. Так ведь? Просто у вас лично вот такой опыт. Да. В русской православной церкви. И вот, скажем, человек имеет какую-то зависимость. Скажем, блудную зависимость, алкогольную зависимость, наркотическую зависимость, другую какую-то зависимость. И когда он обретает Бога, он теряет эту зависимость, потому что меняет образ жизни. Ведь вера без дел мертва есть, сказал Господь Иисус Христос. И вот мы помогаем обрести эту жизнь в вере человеку. Это дело. Да, это дело. Это внутреннее дело, внутреннее устремление. Совершенно. Одно дело, так сказать, я устремляюсь внутри самого себя на то, чтобы удовлетворить свои желания, зачастую не очень разумные. И другое дело, когда я внутри самого себя начинаю строить человека как сотрудника Бога. Я так правильно понимаю? В эту сторону надо идти. Да, да, да. Как же строится у вас-то работа в Душепопедическом центре? С чего начинается всё? Человек, скажем, если он приходит в душепопедительский центр, в медицинский наш центр, на приём к врачу, к психологу, он здесь уже сталкивается с вопросами веры, сталкивается с понятием Бога. Потому что врачи, психологи, психотерапевты у нас верующие, православные. Может быть, не обязательно православные, но вообще верующие в Бога. Были у нас, работали и мусульманские врачи, но они тоже приводили человека к Богу. Ну и живя, работая в душепопедительском православном центре, если он даже и мусульманин, он не проповедовал Магомеда. Он приводил человека к Богу. Это наша общая задача. — Батюшка, но ведь это как бы не секрет. Возьмите Тору, возьмите основные, так сказать, постулаты буддизма, возьмите ислам, возьмите христианство, русскую православную церковь. — Простите, эти десять заповедей, они есть везде. — Везде. — Понимаете, хотя там и там, и там, казалось бы, вероучительство, несколько разница. Но основа-то одна, нравственная и моральная. — Так ведь? — Бог и нравственность, религиозная нравственность. — Значит, получается так, что тогда, когда я прихожу к вам за помощью в душепопедительский центр, в первую очередь я попадаю к врачу. — Да. — Который оценивает что? — Оценивает его физическое, духовное, моральное здоровье. — Да. — Оценивает. Он не лечит, потому что мы не медицинский центр, и лечить мы не имеем права. Но он оценивает состояние и дает совет. Если человек нуждается в медицинском лечении, он направляет в больницу, направляет к врачу, который имеет право лечить. И направляет обязательно в храм, к священнику. Ну, а к священнику человек попадает. Здесь уже непосредственно идет такая духовная работа с человеком, с его душой. Но так как к нам приходят люди, желающие иметь Бога, они становятся верующими, меняют свой образ жизни с атеистического, современного на евангельский образ жизни. — Понимаете, какая вещь. Мне кажется, что к вам приходят люди не только желающие обрести Бога. Люди вообще желающие выбраться из этой сети. — Да, совершенно верно. — В тот капкан, из которого попали. Ведь для многих из них, это я тоже наблюдал, у вас в Пепчицинском центре, тоже наблюдал. Ведь многие из них вообще даже не помышляют о том, чтобы пойти на исповедь или в храм, или это. Это, так сказать, у них немножко другие задачи, особенно поначалу. Вот скажите, пожалуйста, о людей, которые не приемлют поначалу подобной идеологии. Да, так сказать, ну вот человек пришел, сказал, да ладно, вы мне рассказывать будете, да, говоря современным языком, Христос, там, Магомед, там, это. Ну, чего вообще об этом говорить? Я же к вам пришел с совершенно другой проблемой. Я хочу избавиться от этой проблемы. — Нет, он для нас приемлем, мы для него неприемлемы. — Да? — В общем, дело, да. — А вот это совершенно другая проблема. Я об этой проблеме даже как-то не думал. В чем это выражается? — Потому что он не желает принимать наши советы, наши учения, не желает менять свой образ жизни. Его устраивает тот образ жизни, которым он живет. И менять его он не хочет. — Не хочет, но это требует определенных сил и изменения мировоззрения. Короче говоря, получается так. Батюшка, скажите, пожалуйста, ну хорошо, вот к вам пришел человек, так сказать, он принял условия, да, которые существуют в душепопечительском центре Иоанна Кронштадтского. Значит, он прошел консультацию, он получил уже какую-то помощь. Скажите, пожалуйста, а вот в дальнейшем путь, вот скажем, выход в общину, как он возможен? — Ну, видите ли, в чем дело, общин-то у нас не для всех. К нам приходят, скажем, в год, ну, несколько тысяч человек. А общин-то, две общины на пять, ну, десять человек, ну, максимум на пятнадцать человек. — А что ж так-то? — Ну, у нас нет возможностей, материальных возможностей, но мы не можем тысячи людей направлять, так сказать, на стационар. — Ну да. — Но... — А очень бы хотелось. — А? — А очень бы хотелось. — Ну, хотелось бы, конечно, будут возможности, будем направлять их. Но в общину мы берем, в основном, молодых людей, приезжих, не москвичей. Москвичи могут приезжать к нам раз-два раза в неделю, к психологу, к врачу, на богослужение. А иногородний, скажем, с Дальнего Востока не имеет такой возможности. И он попадает к нам. Две общины, ну, максимум на десять-пятнадцать человек. Ну, я думаю... — И вот интересно, как там строится режим? Знаете, почему я спрашиваю в общинах? Потому что помните эту историю с Екатеринбургским движением? — Да-да-да. — Когда силком брали человека, вообще я сторонник этих метров, понимая, зная о том, что такое наркомания, зависимости и прочие вещи, понимая это, я сторонник этого движения. Там не хватает главного еще, да, души. — Души. — Вот с душой надо работать. Скажите, пожалуйста, у вас вот это вот точно так же присутствует какая-то грань насилия в этих общинах? — Нет. — Извините за слово «насилие», батюшка. — Нет, ничего подобного нет. Во-первых, к нам посыпают в общину по собственному желанию. Мы предлагаем, рассказываем, что это такое, как устроить там жизнь. Ну, жизнь у нас там устроена по монастырскому типу. У нас нельзя там гулять, ходить куда-то, пить. Ну, к Куреву мы относимся так более-менее. — Более-менее, да. — Да. — То есть, по сути, это просто монашеский чин. — Да. — С послушаниями, со всеми. — Совершенно верно. — С назначением на работу, на это. — Да. — А вот эти вот общины, они могли бы как-то зарабатывать на попечительский центр? Или вы считаете, что это невозможно? — Нет. Нет. А мы содержим их там совершенно бесплатно. — Угу. — Бесплатно. Тратим свои деньги. Даже свою зарплату я вкладываю в это дело. И... — Я прошу прощения, батюшка. Это совершенно точно вот то, о чем сейчас сказал отец Анатолий. Потому что я, будучи в этом... Ну, посещаю этот центр довольно часто. Мне страшно интересно, как идет там работа. Когда вот происходит это рождение нового человека внутри... Знаете, это как вот внутри гнилого дерева начинает прорастать новое, молодое, красивое и сильное. Вот это вот такой процесс. Извините за такие красивые слова. И там у доктора на столе лежит не приз-курант за посещение две с половиной тысячи или там полторы тысячи или это, а стоит ящик для пожертвований. Сколько может человек, столько положит сам от своей души и от своих возможностей. Потому что мы прекрасно понимаем, что семей, у которых наркоманы, извините, катаются в масле, их вот раз и обчелся. А детей, дошедших до последнего, до предела, уже до предельного состояния, состояние, огромное количество. И им-то как раз не помогает никто, кроме, пожалуй, вот этого центра. Никто. Ни эти фонды благотворительные, ничто. К сожалению, так. Люди, подумайте об этом, подумайте о такой потрясающей работе идет речь. Из которого, вот из этой работы должна появиться, должно формироваться движение общероссийское, а не просто что-то такое. Извините, батюшка, что я прервал вас. Ну а дальше хорошо. Вот община живет по монашескому типу, да? То есть, значит, это послушание, это точно режим молитвы, это точно режим работы, это режим сдерживания там своих собственных страстей и так далее, и так далее, и так далее. И сколько времени там человек может быть? Индивидуально. Но обычно меньше трех месяцев не находится. Больше, там, год. Ну, у меня один парень живет несколько лет. Но он, по сути, уже стал священником. Ну, в какой-то степени, да. Послушание, молитва, режим, как в монастыре. Ну, и ребята хотят этого, потому что они понимают, что не пройдя этот путь, они не станут нормальным человеком в этом обществе. Батюшка, но вы, я к вам уже обращаюсь как к доктору. Вы же прекрасно понимаете, что у наркоманов случается все. Случаются и ломки, и, так сказать, измененные состояния, и все прочее. Как в этой ситуации вы выходите из положения? Да никак. У нас просто почти этого не бывает. А если что-то случается, то я же все-таки врач. Все-таки. Все-таки, да. И я могу как-то устранить эти негативные явления. И я священник. Батюшка, вот я сейчас вспоминаю этот вопрос, который меня задал Николай Михайлович Амосов. Он тогда спросил так. Я приехал к нему понять, на чем зиждется его система оздоровления. Ведь тогда она гремела, помните, 3000 движений физических в день надо делать. Ну, много чего. Он говорит, Толь, понимаете, какая штука? 50% делает наше здоровье. Это еда, это питание. Да, помните, как моя Михайловна Плесяцкая сказала, жрать надо меньше. Вот и все в порядке. Понимаете? Это питание. А вот 25% нашего здоровья, а может быть и больше, делает психотерапия. Вы согласны с этим? Ну, если принять во внимание, что священник или, скажем, педагог – это психотерапевт, конечно, согласен. А скажите мне, пожалуйста, вот такую вот вещь. Я по себе знаю. Вот, скажем, перед Великим Днем, Великим Праздником, перед Пасхой, в обязательном порядке, там, соборование, исповедь и все. Великий пост, все как положено. У нас даже есть режим такой в программе, называется он «Относительный голод». Когда человеку предлагается в день съедать не больше 400 грамм еды, да, ну, желательно, там, так сказать, с учетом некоторых потребностей, которые есть у человека, по его состоянию, состоянию его здоровья. Это, вообще-то, по-настоящему, это идея из Лямзина просто с Великого Поста нашей Церкви. Понимаете, какая вещь? Но я помню, что вот до того, как мне пойти к священнику на исповедь, я, в общем, довольно здорово переживаю несколько дней. Сейчас я переживаю, причем я начинаю как бы вот всего самого, во всех частях своего тела, что называется, своего мозга, своей души, искать вообще, что там я такое сотворил, что, чего и как. И, в общем, возникает какое-то чувство страха небольшой, да, вот настороженности такой, потому что я не знаю, к какому священнику я попаду, я не умею выбирать. У меня есть духовник, к которому я хожу довольно часто. А вот на исповеди я хожу к тому, к кому попаду, куда Божья рука приведет, называется так, понимаете? И очень переживаю эти дни. Я все время возвращаюсь к этому, я все время оцениваю свои поступки, я оцениваю, так сказать, свое внутреннее состояние. Вот это вот есть момент некоторого погружения в самого себя, разговора с самим собой. Но ведь это и есть великий психотерапевтический прием. Я правильно говорю? Правильно. Так, значит, исповедь, ко всему прочему, это не только инструмент вот такого духовного очищения, да, можно ведь к этому относиться так, да? Ах, Господи, так сказать, я сегодня пришел, не потратив, так сказать, ни игра на своих сил, а то, чтобы приготовиться к этому акту великому, да? Да, да, что-то такое проговорить и уйти, и сказать, о, я исповедовался. Или все-таки провести вот этот разговор с собой. Я еще один, и нашим зрителям, и вам, ну, вы, доктор, вы знаете, один прием психотерапевтический, это тогда, когда я, осмысливая себя самого, свои поступки и свое, прохожу как бы по черной стороне своих поступков и деяний, да? А потом возвращаюсь по этим самым черным сторонам и потихонечку их как бы отметаю от себя, отделяюсь от них. А потом прохожу по хорошей, человеческой стороне, где добро совершено, хоть маленькое, но добро, и снова возвращаюсь по этому. Это же, по сути, такой психотерапевтический душ, так ведь? Да. Вот исповедь, что это такое? Вы правильно сказали, это психотерапевтический душ, омывание. Да. Омытие от грехов, от грязи своей души. Вы сказали, что переживаете перед исповедью. Это естественно. Я тоже переживаю и перед исповедью, и во время исповеди. Это естественно. Но вот представьте себе, человек, молодой человек, современный, который, простите, живет в такой грязи. И он оценивает свою жизнь и выкладывает ее в священнику. И представьте себе, впервые в жизни пришедший в храм молодой человек, современный, исповедуется, наркоман или алкоголик. И после этой исповеди у него сразу исчезает тяга к алкоголю или к наркотикам. Сразу. Но это на уровне чуда. Это... Я просто знаю, какое все что-то ходят из записи. Исповедь и есть это чудо. Исповедь. Да. Это божественное установление. Установление Богом, данное человеку. И поэтому это благодать Божия, и она очищает душу человека. Вот я бы, может быть, раньше и не поверил, что после первой исповеди исчезает тяга к наркотику, к алкоголю или к другому какому-то действию. Но это так, мы в этом живем. И если я вот в 90-е годы говорил, что 20% каждый пятый человек после первой исповеди теряет тягу к наркотику или к алкоголю, то теперь я говорю, что все проходящие исповеди впервые в жизни у нас в центре, не везде у нас в центре, теряют тягу. Я еще раз хочу сказать, что я просто должен сказать, что это чудо. Это чудо. Это чудо. У меня человек бы потерял тягу к алкоголю. Ни разу я этого не видел. Я ему сказал правильно, но правильно и то, что говорю я. Многое зависит и от личности священника. При этом необязательно священнику вести какой-то особый, святой образ жизни. Он обычный образ жизни ведет. Как это происходит зачастую? Если вспомнил оптинских старцев. Ну вот. И помогает не священник, а благодать Божия, действующая через священника. И через его действия, и его желания, и его веру. Да. Его желания и веру. Я этому священнику и сказал, надо иметь огромное желание и веру, что это поможет человеку. Друзья мои, я думаю, что нам с отцом Анатолием, видимо, нужно будет продолжить вот эти наши маленькие дискуссии на тему веры, верований и приверженностей всевозможных наших. Но то, что без веры мы с вами жить не можем, это известно десятки тысяч лет от рождения самого человечества. Понимаете, с того момента, мне кажется, что даже тогда, когда было совершено грехопадение, единственное, что у человека осталось в тот момент, вера. Вера в собственное сохранение, в собственные силы. И вера в сотрудничество с Богом. Вот эта вера и помогла нам все эти тысячи лет выживать. Вот об этом мы не должны забывать. И дело тут не в том, что отец Анатолий Берестов служит русской православной церкви. И дело не в том, что рядом кто-то служит исламу. Опять, да, так сказать, имел я встречи, скажем, с священнослужителями московской мечети. И дело не в том, что кто-то исповедует буддизм. Дело все в том, что во всех этих главных направлениях наших вероучительных существует вот то самое зерно, которое называется нравственным, моральным кодексом, на основе которого должна строиться человеческая жизнь и отношение человека к этому миру. Я что-нибудь не так сказал, отец Анатолий? Правильно, так. Я благодарю вас, батюшка, и надеюсь, что вы все-таки у нас еще побываете. Спасибо. Спасибо. Ну, а сейчас, как всегда, всего вам доброго, друзья мои. И здоровья к вам. Я хотел бы только попросить, сейчас у нас есть еще одна минутка. Это очень важный момент. Наша программа выйдет в очень знаменательный день для верующих. Это будет Рождество Христово. О, замечательно. Поэтому, батюшка, пожалуйста, людям... Дорогие телезрители, я поздравляю вас всех с великим праздником Рождеством Христовым, началом новой эры в жизни человечества. Спасибо. Ну что же, всего вам доброго, здоровья. Надеюсь, что мы с вами все перенесем и выживем. До свидания. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова